Наши нижегородские коллеги уже несколько дней пытаются понять, почему полицейские чины, назначенные из Мордовии на высокие должности в Нижнем Новгороде, все как на подбор с темным прошлым. Это прошлое сейчас откапывают оперативные сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Например, дело Сергея Марсяева, который подозревается в мошенничестве при получении выплат и уже заключен под стражу на два месяца до окончания следствия. По версии следствия, он незаконно получил 2,5 миллиона рублей от государства на приобретение жилья в 2012 году. В жилищную комиссию, которая и одобрила ему выплаты, входил нынешний глава регионального ведомства ГИБДД Сергей Гагарин. Буквально в тот же день после задержания Марсяева коррупционный скандал разгорелся в местном полосатом управлении. Оказалось, что фигурантом уголовного дела стал временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Нижегородской области полковник Владимир Ежов. Он проходит в качестве подозреваемого. Все вопросы происходят в годы. За какие прегрешения сотрудники следкома озаботились фигурой Ежова, пока не раскрываются. Но есть уточнение за злоупотребление должностными полномочиями. Судя по его прежнему начальнику, Александру Шелдюкову, вероятно, есть за что. Фигурант теперь уже уголовного дела Владимир Ежов потомственный гаишник. Его отец, бывший заместитель начальника ГИБДД, воспитал двух сыновей. Собственно, Владимира, который до 2020 года был заместителем начальника ГАИ в Мордовии, а позже переведен на аналогичную должность в Нижний Новгород и за год успел дослужиться до в РИО начальника. У него есть еще один брат Игорь, который тоже пошел по проторенной стезе и стал госавтоинспектором. Но, несмотря на обилие наград и добрых поступков, оказался банальным взяточником. Приговорен к штрафу с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах внутренних дел Российской Федерации на срок два года. Оба сотрудника силовых ведомств, будучи действующими руководителями отделов, могли бы и дальше продолжать работу. Всех их ждало повышение, ведь в Нижнем мало кто знал о прошлом полицейских. Однако, что-то пошло не так. Теперь решение о назначениях будет принимать суд. И вместо очередных звездочек на погонах полицейские вообще могут сменить форму на арестантскую. Наталья Тюрина, Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова